Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Уведен мяч в игру от ворот Кройок пробит из центрального круга и второй удар Он пока безнадежный Пока Русал достаточно спокойно берёт своё. Ну, вот, пожалуй, первый реальный удар по воротам Валерия Кряжева. Всё, что было до этого, наверное, шло в статистику, но реально по ударам по воротам отношения не имели. А вот выход один на один. Можно переигрывать вратаря, но тут в последний момент мяча коснулся и сбила так. Хорошая, хорошая! Хорошая, не вадим, смотрите. Никита! Кряжев, высок от ворот, и пытается попрессинговать Нордеа. Сейчас МРТС и РТРС очень внимательно наблюдают за этой игрой. Надеются, конечно, на ничью, на то, что соперники потеряют очки в матче друг с другом. Братарь Ашу Цен при передаче из своей зоны. Одного удар. Нужно исполнить по свистку. И снова как-то очень просто Теперь потребовалась только одна передача Снова ассист на счету Николая Барышни Паза, бильный этот раз Андрей Хольф 0-2 летит Нордеа Оттайнута еще номер один Филатов Перекинул Через все поле Мяч в вратаря попадает Ну, при этом, все-таки уверен, совершенно верно Занее место в воротах Так что есть его заслугу в том, что Блин, не закончился взятием ворот Жейросихин пытается пойти в атаку Денеет игроки позициями Еще один гол И снова ассистирует Барышников Забил Юрий Васюти Ну, Барышникову тоже кто-то должен Сделать голевую передачу Иначе будет совершенно нечестно 0-3 В первом тайме Счет катастрофический для Нордеа В первых встречах в кутке они проиграли Если проиграть вот сейчас, то Шансов уже Медали нету никаких Здесь небольшие споры Не каждая атака заканчивается голом Расихин аккуратную передачу сделал Не стал мяч выносить Все-таки у Нордеа Слишком мало момента владения мячом Чтобы вот так играть на вывод Стараться отцепиться в каждом случае Последние секунды первого тайма Перерыв Еще эти 3-0 В пользу Русалу Вторым таймом продолжается матч на Русалу и Нордеа 3-0 В пользу Русалу Пока игра полностью в одни ворота Если верить официальной статистике То в первом тайме Так, от статистики, скажем, чуть позже Сейчас должны сообщить Что Русал забивает четвертый гол Ассистирует не Барышников Никита Живобов Забивает у нас Сергей Макиев Так вот, если верить официальной статистике То у Нордеа в первом тайме Три удара Два даже в створ Один угловой Но в действительности Я могу вспомнить только один удар Который Кряжев без труда отбил У Русал 12 ударов Из них 6 в створ И 3 угловой Все 12 ударов мы, конечно, не вспомним Но добрая половина из них Представляла серьезную угрозу Два мяча Нордеа пропустила После нарушения правил Тут как раз Два фола Два пропущенных мяча Еще один с игры в догонку И сейчас четвертый, который ставит точку И Русал сейчас очень важно Делать счет Потому что с МРТС они сыграли в ничью Если МРТС и Русал все свои следующие матчи выигрывают То будем сравнивать их по разнице забитых, пропущенных Кроме того, в соперниках есть еще РТРС Серебряный розыгрыш Здесь собрались все крепкие середники И я не удивлюсь Если матчи МРТС и РТРС Русал и РТРС закончатся в ничью вполне Такое может быть Нет, такое может быть Нет, такое может быть Нет, нет, нет Нигде, садись Коля! Играет музыка Разыграл угловой Здесь на всякий случай решили Руку и мяч отправить за линию Ну, теперь действительно момент поинтересен Обдуманный и исполненный Это был не удар, это был заброс на дальнюю Но там никого не оказывается Ай, сука Машин Стали с игроками, возьмите себе Хороший, правильный, правильный Успокоилась игра Русал забил 4 Ну, вот я говорил, что им нужно лететь вперед и делать разницу С одной стороны, да С другой стороны, нужно сэкономить силы на игру против РТРС Может быть важнее одержать победу над РТРС Чем забить сейчас максимальное количество мячей Здесь вопрос Даже не тактики, а, наверное, стратегии Поэтому Русал здесь без труда можно Оправдать за некоторую пассивность Хотя можно ли говорить о пассивности, когда команда забила 4 Зеро на тренинсе Шарик на это, запить его, бывшая тишина И Михалыч может поставить, наверное Зеро в зерок уши На стол Зеро в зерок уши Зеро в зерок уши Собирали! Разобрали стрелечки! Самый неточный удар, наверное, сегодняшнего дня на Шибачников сделал. Четыре минуты остается до финального свистка. Еще один угловой. Их количество у НРД во втором тайме неуклонно растет. По моментам, конечно, нельзя сказать, что Нордеа наиграла на гол. Но за волю к победе, за то, что дитя над гнездом «Русала-04» не опускают руки, и за это должно быть какое-то вынаграждение все-таки. Хорошая комбинация «Русал». Сохранили мяч в поле. Тоже спорное решение. В такие моменты пытаются мяч оставить в площадке. Как это сделал Филат, если не ошибаюсь, сейчас. Потому что мяч выбит, выбивается в сторону команды игроков соперника. Игрок оказывается на паркете. Еще неизвестно, во-первых, он получит ли повреждения в таком отчаянном подкате. Во-вторых, пока он поднимется с паркета и займет свою позицию игровую. Сколько времени он пройдет. Наверное, сопернику может времени хватить для того, чтобы сделать передачу. Чужую штрафу не получится, что один игрок отрезан. Так что, с одной стороны, да, здорово игрок играет до конца. Стремится, переживает каждый момент. Но, наверное, иногда это более прагматично. Игроку нужно. Борьба за мяч. Здесь нужно определить, где голова, где мяч. Ну что, забавно. Мяч отобран, нарушение правил, фриф атаки, жёлтая карточка. Мяч отобран, нарушение правил, нарушение правил, нарушение правил. Мяч отобран, нарушение правил. Контр-атак Анардей. А вот здесь абсолютно правильно. Подкатывины с мяча. Ответ на икон Радага Русал. И всё, играть остаётся всего ничего. Уверенная победа на РД. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok